Девушки отдыхают Сегодня во всем мире отмечают Международный день дружбы Завтра синоптики обещают один из самых теплых дней за последнее время Зато выходные наверняка будет холодно Подробный прогноз чуть позже, а пока мы готовы рассказать о самых важных и интересных событиях нашего города Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова Здравствуйте Сегодняшнее утро для многих березняковцев началось с неприятностей На улице Юбилейной образовалась огромная пробка, что не свойственно для нашего небольшого города Многие березняковцы опоздали на работу В 10.20 автомобиль Форд, выезжая со двора, не пропустил внедорожник Митсубиши Обе машины получили лишь легкие царапины, никто не пострадал До приезда сотрудников полиции автомобили занимали на дороге две полосы Это и привело к образованию огромной пробки Авария хоть и незначительная, зато заставила многих автомобилистов понервничать и постоять в пробке Спустя 50 минут движение на Юбилейной восстановилось А в районе бывшего дворца Калищиков нужно быть внимательными при пеших прогулках Там любой прохожий рискует провалиться под землю И дело не в сейсмологической обстановке Новые провалы в виде открытых колодезных люков возникли по вине коммунальщиков Подробности в нашем репортаже Вот смотрите, открытый люк, прямо у тротуара Высота Василий Иванович каждый день гуляет по этому тротуару с внуком, больше негде Живет мужчина в богом забытом районе, у бывшего дворца Калищиков Половину домов здесь снесли За оставшимся городским хозяйством коммунальщики следить, похоже, не хотят Только по улице Гастелло мы насчитали пять открытых колодцев Сейчас трава не видно, зимой тоже снегом припорошит Вполне возможно, что не видно будет Оступился, совсем рядом с дорогой Вот, посмотрите Глубина Сможет ребенок выбраться или нет? Мне кажется, ребенок-то точно не выберется Некоторые колодцы на улице Гастелло все-таки закрыты Как, например, вот этот Но здесь ситуация еще опаснее Как видите, доски, которыми прикрыт колодец, поломаны И здесь запросто может провалиться человек Особенно страшно за детей Один из открытых люков находится на центральной улице Рядом с остановкой у бывшего ДК Калищиков Василий Иванович предполагает, что увесистые крышки люков попросту своровали охотники за металлом Дело не в том, что воруют Понятно, что это воруют Это другой вопрос Но то, что закрывать-то ведь все равно надо Хотя бы щитами деревянными закрыть Какой-то флажок красный поставить Что опасность или что-то Детей, самое главное дети Мы-то взрослые видим, может быть, мы же не такие, как дети Они же везде суются Чья же это преступная халатность? Кто каждый день подвергает риску жизни людей? В чьем ведении находятся колодцы? С этим вопросом сегодня мы обратились в единую диспетчерскую службу В районе ГСТЛ-7 два колодца находятся на обслуживании у Новогора Прикамья Два колодца принадлежат частному лицу И, соответственно, служба, обслуживающая данные коммуникации Которые выехали, посмотрели и сказали, что данные замечания будут устранены Кстати, люк у ДК Калищиков тоже обслуживается Новогором Свои колодцы представители компании закрыли А вот искать частное лицо, которому принадлежат остальные опасные люки Будет городская администрация А Василий Иванович советует горожанам на всякий случай Во время прогулок смотреть себе под ноги Евгения Кокширова, Александр Зибзеев, Лев Соборов, новости на ТНТ Между тем, березняковцам напоминают об ответственности за нахождение детей В возрасте до 16 лет в ночное время без сопровождения взрослых Родители, допустившие такое, понесут наказание Закон обязывает несовершеннолетних с 1 мая по 30 сентября Находиться дома с 23.00 до 6.00 А с 1 октября по 30 апреля с 10 вечера до 6 утра Кроме того, к наказанию могут быть привлечены родители, допустившие нахождение детей младше 18 лет В местах, где может быть причинен вред их здоровью, физическому, нравственному и психическому развитию В числе таких мест развлекательные комплексы, компьютерные и игровые клубы А также территория промышленных предприятий, полигоны ТБО, железнодорожные пути, подвалы и крыши домов Родители могут оштрафовать в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей Полный перечень мест на территории города, в которых не допускается нахождение детей до 16 лет в ночное время без сопровождения родителей Размещен на официальном сайте администрации города А в эти минуты большой скандал разгорается вокруг деревни Люзень, что находится недалеко от Яевы Там уже дошло до митингов и громких лозунгов Терпение жителей лопнуло Наши съемочные группе, которые в 20 километрах от Березняков в эти минуты готовят специальный репортаж Уже удалось выяснить, что права людей грубо нарушаются больше 10 лет И делом, похоже, пора заняться прокуратуре Все это время Александровские и Явинские чиновники ставили под угрозу не только здоровье, но и жизнь людей Специальный репортаж из деревни Люзень мы покажем в нашем выпуске новостей Продолжу выпуск Прием документов от кандидатов в депутаты Березняковской городской думы 6-го созыва завершен Списки сформированы Теперь Березняковская избирательная комиссия обязана за 10 дней проверить всю предоставленную кандидатами информацию Екатерина Федорова расскажет, кто примет участие в предвыборной гонке На сегодняшний день у нас выдвинуто 97 кандидатов в городе Березнякино, 25 округов Конкуренция есть в каждом округе, рассказывает Валентин Михайлов Председатель Березняковской территориальной избирательной комиссии Он один из тех, кто досконально проверяет документы всех желающих стать парламентариями Не там стоит запятая, не той ручкой подписан документ Или вообще, будущий депутат собрал на одну подпись с избирателей больше Все эти ошибки приводят к одному Кандидат дальше не проходит Таковы требования закона Люди заявлены совершенно разные Как возраста, так и социального положения, так и места работы То есть есть люди от промышленных предприятий, есть люди от бизнеса Индивидуальные предприниматели, директора малых, средних предприятий Есть просто рабочие, ну в общем достаточно широкий спектр кандидатов Из которых в принципе я считаю, что горожанам нужно выбрать Депутаты в городскую думу избираются раз в пять лет Поэтому березняковцам прежде чем голосовать, стоит ознакомиться со всеми претендентами Ведь народные избранники в первую очередь это те люди, которые представляют интересы народа И решают проблемы в своем округе Знаете ли вы, какой у вас депутат в округе? Нет, не знаю А почему не знаете? Сама не интересуюсь Знаю, что вроде депутат Коновалов А обращаться-то не обращалась, поэтому зачем запоминать? Да просто забыла и как-то не помню, по-моему, Пасхалова А знаете ли вы, какой депутат в вашем округе? Не знаю А какой у вас округ? Тоже не знаю А где живете? Тут Ну, до скачей Факты говорят сами за себя У людей в округе нет проблем Или наоборот, плохая работа депутата Выборы народных избранников в городскую думу 6-го созыва состоятся 13 сентября Голосовать березняковцы смогут на своих избирательных участках Посмотреть, кто решил стать депутатом Можно на сайте территориальной избирательной комиссии города Березняки Ищите раздел выборы и референдумы Далее переходите на выборы депутатов Березняковской городской думы 6-го созыва И нажимайте на ссылку сведения о кандидатах Помните, что уже через 9 дней список обновится И останутся только те, чьи документы будут в полном порядке И уже эти люди вступят в предвыборную гонку Екатерина Федорова, Степан Некрасов, Новости на ТНТ Выборы состоятся в ближайшее время и в Общественный совет при полиции Заявки от горожан принимаются до 10 августа Напомню, совет создан для соблюдения общественно значимых интересов граждан Взаимодействия с органами власти всех уровней А также в целях решения наиболее важных вопросов деятельности местной полиции В Общественный совет при полиции входят горожане Среди которых спортсмены, активисты, преподаватели, представители творческих профессий Которые раз в месяц собираются на заседание для того, чтобы отчитаться о проделанной работе И для обсуждения планов на будущее Заявления от кандидатов о приеме в состав Общественного совета при полиции Принимаются до 10 августа По адресу улицы Пятилетки, 13, кабинет номер 70 Телефон для справок 2674-72 Наверное, Общественный совет это определенный буфер между населением города и полицией города Как-то, наверное, не то, что сглаживать какие-то конфликтные ситуации Или еще что-то, не что, чтобы тотально проверять полицию Наверное, скорее всего, смотреть, как они это делают И доносить до жителей города, что все, они ведут себя в рамках своих полномочий Они действуют правильно, адекватно Если мы что-то замечаем не так, конечно, мы выносим это коллегиально руководителю полиции А сегодня, кстати, самый компанейский праздник во всем мире Отмечают Международный день дружбы К сожалению, с нашим темпом жизни не всегда есть возможность Каждый день встречаться со своими друзьями Поэтому мы вышли на улицы города и услышали самые теплые приветы для лучших друзей Я передаю большой привет своему лучшему другу Николаю Сидору Привет! А как вы познакомились, помнишь? Ну, мы с детства дружим Ну, как-то к 14 лет вместе дружим, и все так вот, вдвоем только остались А как познакомились, помнились? В первом классе Мы ругались, подходила первая я Эй! Не всегда! Сейчас как-то уже стараемся не ругаться, а более-менее уже конфликты решать Передаю привет Ирине Фрезе, потому что я человек хороший, мы дружим давно Передаю привет Тамаре Типугиной Дружу, потому что люблю ее Нет, мы ссоримся Вообще? Вообще Здорово! Идеальные подруги Я передаю привет Петриковой Варваре Сергеевне Я ее очень люблю и хочу с ней дружить всю свою жизнь Горжусь тем, что она есть такая Предаю своему лучшему другу Никите Кузнецову Привет! А почему он твой лучший друг? Скажи Ну, как бы он помогает мне, я ему помогаю В школе там Мы физкультуре там помогаем друг другу Моя лучшая подруга – это моя мамочка Мамочка, я тебя очень люблю просто за то, что ты у меня есть Это мои самые лучшие подружки Аня и Настя Они хорошие, добрые Всегда помогают И делятся Там все на меня угощают? Нет Ну, иногда угощают, поровенько там Дружба крепкая Не сломается Не расклеится От дождей в юг Друг беде не бросит И лишнего не спросит Вот что значит Настоящий верный друг А мы тоже с вами дружим И по-прежнему делаем новости вместе с вами Если вы хотите пожаловаться на проблему Вы сняли на видео необычные события или происшествия Вы знаете то, что будет интересно другим Поделитесь этой информацией с нами Мы ждем ваших сообщений По телефону 43 17 17 Вы смотрели главные новости города Далее вас ждут прогноз погоды И программа «Будь в теме» А я прощаюсь С вами была Елена Вавилова Всего вам доброго И спасибо, что нас смотрите В пятницу Пермский край продолжит оставаться в зоне влияния Обширного циклонического вихря В Перми 31 июля Плюс 21, плюс 23 градуса Облачно с прояснениями Кратковременный дождь Возможно гроза В Александровске плюс 20, плюс 22 Пасмурно Дождь и гроза В Губахе максимальная температура воздуха 22 градуса Облачно с прояснениями Кратковременный дождь В Кизеле такая же погода Дневная температура в районе 21 градуса В Соликамске столбик термометра поднимется До 23 градусов тепла Облачно грозовые дожди В Березняках 31 июля Облачно с прояснениями Кратковременный дождь Возможно гроза Ночью около 16 тепла Днем 20-22 градуса Атмосферное давление 738 миллиметров Ртутного столба Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду Порывистый В пятницу солнечная активность умеренная Геомагнитное поле неустойчивое Возможно слабые магнитные бури Информация предоставлена Центром области Грандиозное снижение цен в формуле тепла Котлы газовые от 13 тысяч рублей Радиаторы от 370 рублей за секцию Насосы от полутора тысяч Звоните 20-10-50 Швейников 1 Революция в отоплении Отопление электричеством По цене газа Электродные котлы Галан У официального дилера компании Спецкомплект Просто надежно Экономно Спецкомплект Березниковская 75 Склад номер 6 Трифон 263878 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова